Один из самых популярных боксерских залов в Лос-Анджелесе пустует. И дело даже не в том, что после скандала родители боятся приводить сюда своих детей. Просто весь тренерский состав сегодня держит удар в суде. Коллеги Пола Гонсалеса, олимпийского чемпиона 1984 года, намерены дать показания в его защиту. Они отказываются верить в то, что именитый наставник мог вступить в интимную связь со своей 13-летней воспитанницей. Я могу сказать о нем лишь хорошие слова. Он никогда не был замечен в каких-то домогательствах. Для нас всех обвинения в его адрес стали шоком. Скандальным поворотом в карьере Пола Гонсалеса шокированы и поклонники. Многие до сих пор вспоминают его коронный хук с правой, который принес худощавому парню победу на домашней олимпиаде и всемирную славу. Вы знаете, определенно точно, можно сказать, что сегодня исполнилась моя мечта. Я стал олимпийским чемпионом. У себя дома. На глазах у своих болельщиков. Наверняка эта победа войдет в историю. Это дорогого стоит. Затем был неудачный переход в профессиональный бокс и серия досадных поражений, после которых Гонсалес повесил перчатки на гвоздь. Пару лет он пытался продавать поддержанные автомобили. Так и не снискав славы на новом поприще, вернулся на ринг в качестве детского тренера. Дела пошли в гору. Родители всего штата мечтали о том, чтобы с их чадом занимался олимпийский чемпион. Наверное, потому в зале Гонсалеса всегда было многолюдно. Вот и его жертва. 13-летняя девочка записалась на тренировку в начале прошлого года по настоянию отца, ярого поклонника бокса. Таланты своей новой воспитанницы тренер разглядел почти сразу. Раз за разом он назначал ей дополнительные индивидуальные занятия. Именно тогда мать юной особы заподозрила неладное и обратилась в полицию. На спортсмена надели наручники и отправили под стражу. В ходе расследования мы выяснили, что господин Гонсалес долгое время работал в спортзале и имел доступ к большому количеству детей, в том числе к девочкам. Мы очень обеспокоены тем, что среди его воспитанников могут быть еще жертвы насилия. Беспокойство американских стражей порядка можно понять. На жестком диске компьютера Гонсалеса они обнаружили десятки порнофильмов с несовершеннолетними. Если вина олимпийского чемпиона будет доказана, его ждет длительное тюремное заключение. Тем временем в клубе, где он работал, намерены восстановить репутацию после скандала. Руководители пообещали, что теперь при приеме на работу новых наставников соискателей будут проверять на так называемом детекторе лжи. Никита Разважаев, Денис Затохин и Дмитрий Логинов. НТВ. США.